Девушки отдыхают Ликвидатор, Лавы И многие-многие другие Около 100 фильмов и сериалов Не считая там разных короткометражек С клипов Ты в кино с 2002 года, да? Да, уже почти 20 лет Как все начиналось Как в кино-то попали? Позвал кто-то или же профессиональное образование? Нет, смотрите Я увидел рекламу в Караван Помните? Просто я просто мимо шел с тонировки И смотрю Статья в Караване Что объявляется кастинг Я увидел и решил пойти В казахфильм Это какая картина была? Кочевник Я был К этому времени подготовлен Так как я с детства Каким спортом ты? Кикбоксинг, каратэ, шотокан Бокс Восточное единоборство Я закончил академию спорта и туризма Кафедра восточных единоборств Тренер по боксу И так далее Такое мощное, спортивное У тебя подготовка Да, да Так, и ты приходишь? Прихожу в казахфильм Там посмотрю Толпа Человек Где-то, наверное, 200-100 Все спортивные Все такие Я с другом пришел Макс Макс его зовут Тоже Если там не боимся Он говорит Тут уже резона нет Там без нас Кого-то возьму Ну, как обычно В то время не было Инстаграма Ничего такого не было Чисто по объявлениям Только сам ездишь Куда-то там Ждешь часами Я вот только начал уходить Американский Аарон Флетчер Увидел меня в коридоре Говорит Сокер Ты сокер? Оказывается, это футболист А у меня прическа длинная Такая с косичкой Я говорю No, no, I'm kickboxing О, good, good И начали фотографировать И как раз мимо шел Иван Пастор, режиссер Да Ныне покойный, да Вот посмотрел сразу Они же режиссеры Сами, знаете, по типажам Это худой был Такой, стройный Такой, спортивный весь И в итоге Как бы Завели меня в кабинет Там, про себя Начал там руками Что-то делать, показывать И в итоге Нас утвердили На учеников Ураза Один из учеников Ураза Там изначально По сценарию У них там Объемная роль была Как бы, да С детства Они вырастают В общем По сценарию Палатимент В итоге Нас 4 месяца готовили Буруда ездили На лошадях По 4 часа А тогда ты не умел Еще на лошади Нет, я умел Умел Ты готовый вообще был Я же рос Вырос в ауле Материал Так, да И в общем Нас готовили Готовили В итоге Олег Бочкин С Москвы приехал Стант Хорсмастер Каскадер С Голливуда Который работал С Жайдерберг Кунгужинов В итоге Он, короче Нас даже не посмотрел Сбрил Как бы Даже так Ну да Я буду работать Со своими Он хотел работать И в итоге Нас бы Обидно стало И нас отшили В итоге Мы уже забыли Через 2 недели По-моему Булат Ахматов Мой же знаете Казахский Он позвонил Сказал Иван Пастор Ищет тебя Именно меня Из этих 11 ребят В итоге Позвонили Пригласили На студию Меня утвердили На эпизодическую роль Спешил гад Офгалден Церен Там был Омар Кахымов Ахматовский театр Еще Даулет Абдакопаров И Ирланд Чемпион мира Здоровый Все колоритные Я смотрел Здоровые дядьки Я думал Персонары Самое удивительное То что Режиссер Иван Пастор Меня запомнил Потому что Режиссер Такой Знаешь Глазом Очень классный режиссер В итоге Мы целый месяц Снимались В Ужете Давайте одно видео Посмотрим С твоей страницы Твои спортивные возможности Вау Это Если я видел Это не старое Да Сейчас вес Другого Я 95 килограмм Поэтому Шпагат Расскажка Это Крутой Вот оно Прошлое Из карате О себе знать Слушай Марат А вот Ты расскажи О своей первой роли Вот какая Прям Самая значимая Для тебя После Качевника Я снялся Где-то Около 7 Фильмов Где-то Примерно Потерян рай Эпизоды Всякие Но Не массовка Как бы Да Роли уже Да Мне позвонил Даулет Абдекапаров Идет кастик На Фильм Рекетир Да Вот об этом Ты пройдешь Какой раз У тебя типаж Такой Бандитский Я адрес пробил Приехал На В то время У Ахана Сатаева Офис был На Масанчи Туда приехал В итоге А не на Масанчи На другое место Попробовали И нас утвердили С братом Мы с братом Приехали туда С родным Роли с Хайратом Тоже Абдуллаев Кстати Он сейчас не в кино В своей сфере В итоге Он говорит Давай И в итоге Мы согласились На эту роль И эта роль Для меня Как бы Очень Хотя она короткая Но она яркая Очень Очень важная роль И эта роль Сделала меня Более менее Популярным Как бы Вот Потому что Рэкетир Это просто Такую колоссальную Популярность имел Не только в Казахстане Во многих странах Его смотрели И наверное Вот тут же Стали тебя узнавать Да Да Даже за рубежом В Украине Я вот Три раза был на съемках В Пикистан Кыргызстан Да Маленькая роль Она Везде Как визитная карточка У меня Хотя другие фильмы Есть яркие Более Уже потом Старостепенные Такие Основные роли Но все равно Рэкетир Даже эта маленькая роль Она как бы Хотя я уже изменился Немножко поправился Там По внешней Но все равно По этой роли узнают Как бы Это фильм Не знаю Осталось Останется в истории Классика Ну смотри Но в основном Наверное в кино Используют твою фактуру Твои способности Спортивные Да Ты трюки сам Да выполняешь Трюки сам делаю Очень сложные Вот допустим Подеяние Уже Профессиональный Потому что Ты уже ценен Как актер Понимаешь Да Контракты другие Кстати фильм Ликвидатор Ахана Сатаева Также я Джо Марта Играл Джо Мика Там Сцена есть Где меня выкидывают В этот Колодец Тогда О а это что за фото А это Сериал Баужан Момушила Я там Багамтаева играл Очень как бы Сложная роль С одного дубля Драматическая уже роль Да Да Драматическая роль Снимали эту сцену Где вот Расстрел Именно Дезертира Самострел Как бы Да Он сам себе Пальцы отстрелил Ой-ой-ой Мы эту сцену Снимали в Минске В Белоруссии В итоге Как бы Я должен был заплакать По идее По сценарию Так вот как Тебе удается плакать? Конечно да Но Я думал Что это будет Просто репетиция С одного дубля Есть сцена В сериале С одного дубля Сняли Я говорю Дайте мне еще дубль Ахан Сатаев Сразу сказал Все было Он снимает С одного С двух дублей Максимум Кто? Ахан Сатаев Именно Я вас умоляю Ахан Сатаева Я занималась 38 дублей Вот так Оказывается У меня фактура Позволяет Я объясню почему Потому что Мужчинам Снимать не интересно А красивых Девушек Хотелось Еще и еще Смотреть И смотреть Вот в чем дело Ты мой дорогой Вы очень талантливая актриса Я вас люблю Уважаю Мы все Спасибо А вот Самый интересный момент На съемках Не рассказывайте Не рассказывайте Об этом сразу После короткой рекламы Если включаете Ну хорошо Реклама прошла быстро И продолжаем Не так у нас Много времени Но у тебя интересная биография Марат Абдулаев У нас сегодня в гостях Актер Марат Вот Самый такой момент На съемочной площадке Который запомнился Момент Фильм Лаве Кстати вы сейчас Так 2000-го режиссер Ануар Райбаев Этот фильм Сразу мне утвердили Второстепенно Роль Сабита Бандит Лидер бандитов Законсервировали Осенью Мы должны были снимать В Копчегае сцену Но так как там Консервация была По каким-то причинам Я должен был Изображать сцену Лето То есть Прямо За нами погоня ОМОНовцы Я 9 раз заходил В эту реку Изображали лето И еще Такой казусный случай Сзади меня 9 человек Групповка Ну моя бригада Там были ружья Винчестеры Вот это все Случайно выстрелили В мою спину Холостой патрон Слава богу Все равно Извините Это так чувствует Ну такой удар Я почувствовал Прямо буквально метр Наверное Просто удар почувствовал Бух Как будто дырка Такое ощущение Кто это сделал И сел Короче Прямо на карты В итоге Режиссеры все бегут На шатырка Я как говорю А я думаю Только о съемках То есть Мне больно Но я Надо снимать Кстати Не хочу срывать Семки История с Аликом Болдуином Ты знаешь да? Да 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 И вот Я говорю Надо снимать Я думаю об этом У меня здесь уже синяк стоит Пиджак порвался Короче И в итоге Надо снимать Ты какой снимать Скорую Туда сюда Я говорю нет Сцены Из-за меня не хочу Чтобы там люди ждали Ты у нас стоящий кинош Да вот Уже да В итоге После этого Я лечил сердце До сих пор В принципе Как бы уже Ну удар жесткий Это ударная волна Пышет тоже как бы холостой Но все равно Вот этот случай для меня Очень запомнился До сих пор я вспоминаю Иногда сердце шумит конечно Ну нормально Слава богу Рабочее сердце Вот смотри Сейчас это вообще Можно сказать Твоя профессия Правильно? Да да Ты все отдаешь время И много снимаешься Много предложений Да Бывает от чего Ты реально можешь отказаться? Вот ни за какие деньги Ты бы не снимался Знаете Настоящий актер Он как бы Не бывает маленьких ролей Да как бы Бывают обстоятельства Ну Последнее время Да как бы Я не то что Роль плохая Я не выбираю роли Настоящий актер Он не выбирает роль Плохая маленькая Если она интересна Он сыграет от души Поэтому То что мне предлагают Я стараюсь не отказываться Конечно Просто бывает Иногда Действительно Ты не можешь Выехать на съемки Не ну это я понимаю По причинам По причинам По причинам Но я стараюсь Ну максимально Не отказываясь Конечно Грядя на Марата Понимаешь Что это обязательно будет Или мафиози какой-нибудь Или бригадир какой-нибудь Такой Блокировки Да А представь Предложит Какого-нибудь Ромео играть Влюбленного Хотел бы Да Какую роль бы хотел сыграть Честно Я смотрю российские сериалы Про войну люблю Хотел бы сыграть Такого бойца Такого бойца Ну как бы Прямо российских сериалов Жесть У нас же дают Обычно Азиаты где-то там Эпизоды Короче солдаты Такого-то бойца Прямо Главного героя Казаха Мой дед сам воевал 41-й по 45-й Ему два раза герои давали С Бреста до Берлина дошел Два родных брата Ему 18 Старшему 20 Старший пропал без вести До сих пор не нашли В Украине где-то А мой дед Второй Белорусский фронт Служил Все ордена славы У него Орден Красной Звезды Подвиги совершал Реку Днестр Переплывал со снарядами Ну живой вернулся Хочу такого героя сыграть Прямо Понимаете да Да Героическую роль Чтобы показать как казахи воевали В последнее время у меня такое желание Да Тем более что у нас сейчас уже начали снимать фильмы В голливудском фильме Типа вот Бывает же казах-космонавт Я знаю троих Да Знаменитый наш Да ну-ка ну-ка расскажи ну каких Товтар Аубакиров Айдна Имбетов Вот И наш Талат Мусабаев Вот Одного из троих хочу сыграть Четвертого можно сыграть В принципе сейчас много же фантастических Да можно сразу отстраивать А давайте узнаем Вот здесь печенька есть волшебная у нас Это наша традиция Печенька с предсказаниями Можешь брать одну Да Какая нравится Открывать Она очень вкусная Ее можно съесть Надламывай И читаем Что же там за пожелание-то будет Ага Сейчас Доверяй Доверяй своему сердцу И интуиции Они подскажут нужные пути И заветные цели Вот так Слушай Какое замечательное пожелание Мне очень нравится У тебя вот есть интуиция Что вот ты сыграешь какую-то мощную роль Да Значит будет так Аминь Так и будет Аминь Моя мечта сыграть с вами Вот так В одной роли Значит это точно будет Я во всяком случае за Аминь Я тоже очень-очень Возьмите ассистентом на площадку Я могу носить его Обязательно возьму Не ассистентом Зачем ассистентом Ты будешь наш третий Да Третий Цветая троица Цветая троица Так как говорится На этой оптимистичной ноте Позвольте и закончить На сегодняшний эфир Большое спасибо Спасибо вам тоже К нам Удачи вам тоже Очень-очень рад Супер Желаю каналу Алматы Процветания Всем вам удачи Успехов Творческих успехов Семейного счастья Спасибо большое Спасибо Смотрите все выпуски программы Танжестудио На нашем Ютуб-канале